Лишь редкие обладатели счастливых билетов. У касс никакого ажиотажа не было. Проход к ним был закрыт, потому что сами кассы тоже не работали. Им нечего было продавать. Всё уже было продано. Такой аншлаг сумасшедший был первый раз. Мы даже не ожидали, что такое будет. Те же, кто не позаботился о билетах. За победу. Ну а те, кто уже прошёл все традиционные обряды, смело отправлялись на сектора. Причём смело здесь требовалось действительно самое настоящее. В 16.45 Петровский был полностью готов к старту. Опоздавших не было и быть не могло. Ну что, Уралан, это первый стартовая встреча. Зенит тоже, конечно же, поставил перед собой задачу попасть в Еврокубки. И первые минуты показали, что Зенит готовится сам к этому и готовит к этой мысли болельщиков. Вот этот эпизод с участием Александра Панова ещё раз дал нам понять, как способен Александр Панов из ничего делать острой ситуации. В этом моменте, когда Авсипян простреливает, это первый тайм, Кобелев возвращает мяч назад в штрафную площадку. И атаки следовали одна за другой на ворота гостей. И посмотрите, какие острые ситуации. Анатолий Давыдов, это первый наш дебюта его. Дебюта как главного тренера после нового сезона. В новом сезоне после подготовительного периода. То есть весь цикл подготовительной прошёл под его руководством. Хорош был Горшков. Вообще, зенитовцы почти все, почти все заслуживают самых высоких оценок. Самоотдача. И вот в этом эпизоде, ну поистине ракета из Колпина, да? Как он сейчас украл этот мяч у вратаря? Это Александр Панов. Попович сбрасывает мяч, а Панов опережает голкипера, но не попадает. И вот на этом эпизоде мы заканчиваем первый тайм и короткие интервью, которые были взяты в пыль. Понравился Панов своей игрой. Переиди. Ну а во втором, я думаю, он должен всё-таки забить и остаться лучшим в этом матче. Максимёк, ну просто фантастный. И Панов, конечно. Да нет, ребята все так настроены. И Лепёхин прекрасно играет. Ну вот для меня это вот просто откровение, великолепная игра. Не важно счёт уже сейчас, хотя, конечно, хочется, чтобы победили. Но праздник, праздник. Максимёк, очень хороший Максимёк. Панов, Саша, очень хороший. Хороший Апсипян. Ну нет, у Зенит вообще в порядке. Я больше смотрю за Зенитом, а не за Ураланом. Прогноз на второй тайм. На второй тайм. Зенит должен выиграть 1-0 или 2-0. Сергей Мегицко оказался прав. А это мы смотрим, как Апсипян создаёт голы. Вот это его очень острая, нацеленная передача. Как раз зону между вратарём и нападающими. Горшков мешает голкиперу. Сейчас на повторе это будет хорошо видно. И вратарь Алексеев был бессилен. Кстати говоря, воспитанник ленинградского футбола защищал ворота в этом матче Уралана. Вот здесь посмотрите, как смело Горшков идёт вот в эту борьбу. Ну а Осипов вносит мяч. Вовремя на месте оказался Осипов. Кстати, вышел на замену. Сергей Осипов забивает первый гол сезона 99-го года для Зенита в официальном матче чемпионата России. 1-0. И вторая голевая атака тоже с участием Апсипяна. Ещё раз смотрим. Вот эти самые, пожалуй, эффективные передачи. Это надо запомнить всем тем, кто атакует с фланга. Между вратарём и нападающими. И опять Горшков посылает порыв Осипяна. Посмотрите, и Горшков участвует в атаке. Осипян простреливает. Панов на опережении. Мяч у Горшкова. Теперь у Панова. Панов пробивает, попадает в вратаря. А Горшков добивает мяч в ворота. И слева там Осипов. То есть Зенит атаковал тремя, четырьмя, иногда даже и шестью игроками на протяжении всего матча. Это ведь уже идут 80-е минуты встречи. То есть Зенит атаковал, оказывал давление, прессинговал соперника все 90 минут игры. И сумел, сумел добиться победы. В общем, об этом только может мечтать каждая команда, чтобы вот на таком уровне, такой физической подготовленности, такого желания проводить встречи. Дай Бог, чтобы у Зенита так продолжалась и дальше. 2-0. 2-0. А мы еще раз смотрим, что именно от Осипяна начинаются эти голевые атаки. Итак, Горшков, теперь Панов. Вратарь отбивает и Горшков добивает мяч в ворота. 88-я минута. Счет 2-0. Впереди Зенит. И, конечно, уже никаких шансов нет у Ролана. Зенит добивается победы. В первом матче завоевывает 3 очка и возглавляет турнирную таблицу. Так как Спартак забил один мяч, и у всех остальных команд, которые победили преимущество в один мяч, Зенит в турнирной таблице на первом месте. С чем мы его и поздравляем, а главное поздравляем. Тяжелый матч, инициатива, конечно, была у зенитовцев. Обидно, что мы не сумели выстоять последние 20 минут. Когда вы выходили на поле, была ли уверена, что сегодня можно забить? Только что советские войска освободили город на Неве от гнета вражеской блокады. И наша ленинградская команда, воодушевленная подвигом ленинградцев, подвигом советских воинов, в упорном поединке с командой ЦДК, завоевала главный трофей советского футбола. Выиграла Кубок СССР со счетом 2-1. Когда мы приехали встречать этих вот зенитовцев, ребят, вот этих мужчин почти не было, вот это я хорошо запомнил. И вновь ленинградский, петербургский зенит стоит в шаге от верхней ступени Кубкова Пьедестала. Уже потому, как петербуржцы уезжали в Москву на финальный матч, было ясно, что команда Анатолия Давыдова едет бороться за победу. 25 мая, аэропорт Пулково. 10.45. Повторяется история 15-летней давности, когда зенит в последний раз становился финалистом Кубка страны и волею судеб встречался с московским «Динамо». В столицу отправилась вся команда, включая травмированного Дмитрия Давыдова. И это верное решение. В течение сезона за почетный трофей боролись все игроки. Аэропорт давно стал для футболистов вторым домом. И сегодняшний отъезд не был из ряда вон выходящим. Каждый занимался своим делом. Пожалуй, только было чуть больше внимания со стороны других пассажиров. Многие желали «Зениту» удачи. Ведь именно от нее во многом зависят из кубковой игры. В Москву самолет с футболистами и тренерами прилетел около полудня. А уже в 18 часов на запасном поле стадиона «Лужники» прошла первая тренировка петербуржцев. Восхождение на Кубково пьедестал 99 «Зенит» начал 12 сентября 1998 года. Проигрывая 0-2, петербуржцы в игре с «Соколом» в 1-16 финала сумели таки свести к ничьей основное время матча. А по пенальти добиться успеха. В 1-8 финала «Зенит» буквально растерзал «Жемчужину». 4-1. Пять месяцев спустя новая победа. Уже в 1-4 финала со счетом 2-0 повержен «Рассельмаш». А решающая победа за выход в финал была одержана 21 апреля на Петровском. Решающим стал гол Геннадия Поповича, который заставил капитулировать в ЦСКА. 26 мая, 15.30, аэропорт Пулково-1. Днем из Пулково на этот матч отправилась внушительная группа в поддержке, в составе которой губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, депутаты законодательного собрания, ветераны питерского футбола и многие известные в нашем городе. Говорят, что дождь — это кудачи. 4-40. Аэропорт Шереметьево-1 и Ленинградское шоссе. Все дороги питерских болельщиков сегодня ведут в Москву. Ведут на стадион Лужники, ведут на финальный матч Кубка России по футболу. «Зенит» принимает московская «Динамо». 7 часов вечера, 26 мая. Напряжение достигает кульминации. На футбольное поле выходят команды «Зенит» и «Динамо». Начинается игра. Наши камеры установлены в клубе любителей футбола «Питстоп». В квартире вратаря «Зенита» Романа Березовского. И, конечно же, на стадионе «Лужники». Идет пятая минута игры. И пока ничья. А на 25-й минуте пришло время разрядки. Но, увы, отрицательной разрядки. Защитникам «Зенита» не удалось надежно прикрыть Николая Писарева. И он заставил капитулировать Романа Березовского. Петербуржцы проигрывают 0-1. Болельщики «Зенита» разочарованы. Разочарованы и сами футболисты. По крайней мере, они даже не пытаются отыграться. И понурые уходят на перерыв. Уходят, чтобы в краткие мгновения отдыха возродить свой боевой дух. Из которых, по меньшей мере, 7,5 тысяч болели за синие и бело-голубые цвета. Футбол посетил премьер-министр России Петербуржа Сергей Степашин. Члены его правительства. Но, ко второй половине встречи, главная ложа стадиона оказалась наполовину пустой. Впрочем, выразим покинувшим и проигнорировавшим финальный матч. Наша глубокая соболезнования. Ведь игра получилась потрясающе интересной. Ее кульминация пришлась на период с 57-й и по 66-й минут. Нападающий «Зенита», нападающий сборной России, 24-летняя кокминская ракета Александр Панов стал настоящим героем этого футбольного матча. Именно он затерзал защиту «Динамо» и реализовал территориальное и игровое преимущество «Зенита» в великолепные голы на 57-й и 58-й минутах игры, которые мы с большим удовольствием повторяем. А точку в победном матче еще 8 минут спустя поставил Роман Максимюк. Игра сделана. Болельщики ликуют. Спустя 55 лет главный футбольный кубок страны возвращается в Петербург-Ленинград. Ровно одна минута остается до светлого мгновения победы. Петербургский «Зенит», судя по всему, все-таки завоюет Кубок России по футболу. Квартира вратаря «Зенита». Последние минуты этого матча. Отец Романа Анатолий Семенович Березовский и жена Катя. Позади, наверное, самые тяжелые минуты. «Зенит» проигрывал. Но сейчас на их лицах счастливые улыбки. Две минуты до конца игры. Одна. Нет, Роман больше не пропустит. И значит, до триумфа самого близкого им человека остались мгновения. Первое интервью. Для чего же сладко это слово «победа»? Толя, поздравление. Что вы нашли ребятам сказать в те моменты после первой половины игры? Я это секрет мой. Как пооцениваете сегодняшний матч? Я думаю, что он лучше по накалу, лучше по игре. Он просто самый замечательный пока в этом сезоне. Я думаю, что мы еще можем сыграть лучше, вы понимаете? Какие планы на этот сезон до месяца? Ребята, как стулья, ребята, как стулья! Я немножко не угадал, потому что я говорил, что будет счет 2-1. А вообще 3-1, это изумительный счет. Это как раз говорит о том, что наши, когда надо, могут выиграть. Спорт. И дай бог, чтобы вот наши ребята чувствовали, что спорт – это все-таки то, что вообще поднимает. Что было самым трудным в этой игре? И когда вы почувствовали, что команда способна к победе, способна выигрывать? Ну, самым трудным, наверное, было все-таки собраться после пропущенного мяча. Но почувствовали, когда забили третий мяч. Хотя я лично был уверен, что мы победим в любом случае. Может быть, не в основное время, но должны были быть победы. Есть 45 минут, которые решат судьбу нашей команды. И, естественно, с таким желанием ребята вышли, и мы победим. Спасибо болельщикам, спасибо людям, спонсорам, которые нас поддерживали. Я просто счастлив за город, за болельщиков и за команду свою. Мы выиграли, счастливы. Поэтому большое спасибо еще раз и низкий поклон нашим болельщикам, которые за нас болеют. Мы не верим. Мы до 84-го ждали. И сейчас дождались. Я 44-го года жду этого. Поверьте ему. Он правду не дарит. Да, Джим. Мы силий, белый, 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 белый! Женит! Чемпион! Женит! Чемпион! Звонят в телефон. Я понимаю, вас сейчас будут поздравлять. Ну, несколько слов. Вот только что матч закончился. Ну, что скажешь. Молодец. Зенит команда. А и сын хорошо сыграл. Родные и близкие, руководство Петербурга и простые болельщики вышли на летное поле, чтобы первыми увидеть и поздравить нашу команду. Ведь победа Зенита – это победа всего нашего города. Что бы там ни говорили москвичи. И клуб достоин такой встречи. Всю ночь галяли петербуржцы по городу. Размахивали флагами, выгрекали речевки, распевая песни. Ведь в последний раз Кубок страны приезжал на берега Невы в далеком 44-м году. В общегородской праздник превратилась встреча команды 30-го мая. Зенит – кубок наш. Зенит – кубок наш. Эти слова скандировал весь Санкт-Петербург. Тысячи поклонников футбольной команды выступали на улицы города, чтобы приветствовать любимцев, которые в напряженнейшем матче с московскими динамовцами завоевали Кубок России. Наконец-то все петербуржцы смогли увидеть заветный трофей. Кубок России в руках футболистов проехал по главной магистрали города от Московского вокзала и до Дворцовой площади. Толпы фанатов заполонили Невский проспект, чтобы сопровождать команду по пути ее движения. Подобная демонстрация бывает только в дни самых крупных торжеств. И это событие из их числа. А на главной площади города Зенит встречали как триумфаторов. Подобного история Дворцовой площади еще не знала. Митинг получился спонтанным, но искренним. Болельщики благодарили футболистов и тренеров за игру. Команда поклонников за поддержку. В последних четырех лет вы поддерживали нашу команду, несмотря на то, что у нее были разные результаты. Вы всегда были с нами, и поэтому победа сегодня тоже вместе с вами. Она ваша! Спасибо команде, спасибо тренерам, спасибо владельцам клуба «Зенит», спасибо за прекрасную игру и еще «Ура! Зениту!» Огромная часть участия вашего в этой победе. Мы вас просто круглись и планились, любим вас, болеете, приходите, трудились, трудились, не будьте с нами. Завоевав Кубок страны, «Зенит» выполнил поставленную задачу. И уже в сентябре 99-го года наша команда стартует в Кубке Уэфа. Но по-настоящему становление футбольного клуба европейского класса еще только начинается. «Зениту» необходим собственный стадион, новая учебно-тренировочная база с качественными полями. Футболисты доставили радость всему городу на Неве. И теперь пришло время администрации Санкт-Петербурга помочь футбольному клубу. Необходимо объединить усилия акционеров клуба и города. И все вместе создать в городе на Неве команду экстра-класса. Под раскат балтийского прибоя Славный город поднимает флаг Знамя синебело-голубое В Петербурге праздничный ошлаг Нет игры прекраснее на свете Раз в нее играет вся страна И несется, обгоняя ветер По трибунам шумная волна Снова на футбольном поле Наш Зенит Завершил атаку голом Наш Зенит А болельщики довольны Наш Зенит И ликуют верные фанаты Нам футбол красивый нужен Наш Зенит Так давайте крикнем дружно Наш Зенит Ну еще сильнее, ну уже Наш Зенит У Зенита хороши ребята Пусть соперник лезет вон из кожи А свисток не вовремя звучит Невский фронт поддержит и поможет А Зенит забьет свои мечи Пусть всегда сопутствует удача Петербург любовь свою хранит И пускай звучит на каждом матче Боевой задорный клич Наш Зенит Снова на футбольном поле Наш Зенит Завершил атаку голом Наш Зенит А болельщики довольны Наш Зенит И ликуют верные фанаты Нам футбол красивый нужен Наш Зенит Так давайте крикнем дружно Наш Зенит Ну еще сильнее, ну уже Наш Зенит У Зенита хороши ребята Снова на футбольном поле Наш Зенит Завершил атаку голом Наш Зенит А болельщики довольны Наш Зенит И ликуют верные фанаты Нам футбол красивый нужен Наш Зенит Так давайте крикнем дружно Наш Зенит Ну еще сильнее Не правда ли? И еще один кошмар Фильм «Унесенный ветром» получил 16 Оскаров Булыкин не получил ни одного Но за этот гол локомотив унес из Петербурга наши три очка Обидно до слез И еще обиднее пропустить гол от Сатурна Но не падает духом Зенит Вперед! В атаку посылает своих парней Давыдов И Зенит атакует И только Всевышний спасает иногда его соперников Но команда добьется своего Мы уверены Ведь за Зенитом весь город Полный стадион и Невская волна Спонсор программы Производственное объединение Кириши Нефть Орг Синтез Спонсор программы Производственное объединение Кенев Торговые марки Асфадель Лаброк и Лабкрим Конструирован Что дало возможность проводить здесь Футбольные матчи сборной России А также финальную игру за золотые медали Чемпионата 96-го года Между Аланией и Спартаком Но не только футболом жив стадион Легкоатлетические турниры мирового уровня Концерты рок-звезд стали визитной карточкой города Благодаря стадиону Петровский А кто не помнит Грандиозное рок-шоу Юрия Шевчука Потрясшее петербуржцев И еще об одном хочется сказать Отдельно Это знаменитое поле стадиона Поле высочайшего качества Одно из лучших в России Что отмечают тренеры всех команд Игравших на Петровском Говоря по-нашему по-деревенски Окулицы Но в этом есть свои положительные стороны Прекрасная зеленая зона Уютные лужайки Близость воды Весь этот фон создает возможность Для прекрасного семейного отдыха Сюда можно приехать заранее На трамвае или автобусе Отдохнуть в волю И футбол станет отличным финалом Прекрасно проведенного дня Что касается самого стадиона То прежде всего хотелось бы отметить Качество футбольного поля Это новым То наверное победа хозяевам Досталась бы с наименьшими затратами сил Но футбол жесток Хочешь прибавить очки в свою копилку Пострадай Поборись Отдай все силы И может быть тогда придет победа Извечный вопрос А был ли офсайд? Телекамера все же находится под углом К Панову Но отметим, что судья на линии Очень четко поднял флажок И гол не защитен Неприятности для «Зенита» продолжились И на 48-й минуте Когда правый защитник гостей Петро Сьянц Совершил рейд в штрафную «Зенита» И точно пробил в угол К сожалению, защитники хозяев В этом эпизоде Выполнили роль зрителей Но «Зениту» пришла подмога Во втором тайме на поле появился Александр Куртиян Автор и заводила многих футбольных интриг «Зенита» 98 Он моментально вписался в ансамбль И в этом своем первом дебютном матче Сравнивает счет 1-1 А дальше как будто прорвало Активен, как и во всех предыдущих матчах Александр Бобей Его великолепный пас И Геннадий Попович Выводит «Зенит» вперед 2-1 Победу готовит вся команда И центр поля во втором тайме Под постоянным контролем «Зенитов» Бугаров, Горшков, Куртиян Создают возможности для голевых атак Больше шансов появилось у Александра Панова И он делает то, что необходимо Именно команде Зарабатывает пенальти Кто будет бить 11-метровый? Сомнений нет Бобей Кстати, на заметку пенальтист Вратарь уже знал, в какой угол полетит мяч Может, в следующий раз надо менять направление? 3-1 Нужная и важная победа «Зенита» над крыльями Совета Поздравляем! Здесь тренируется, играет И в местной гостинице проводит предматчевый сбор Команде «Гивеноди» все на стадионе знакомо до мельчайших подробностей До единой кочки на футбольном поле Чего, конечно же, не скажешь о подопечных Александра Ковалева, главного тренера «Читинского локомотива» Им все в новинку Более того, в предыдущем туре в Калининграде «Читинцы» проиграли с крупным счетом в Балтике Как сказал главный тренер команды, не успели проснуться Не забывайте, между «Читой» и «Калининградом» 7 часов разницы во времени Ну а, судя по первым минутам матча в Петербурге, «Читинцы», они в красной форме, уже успели адаптироваться к местным условиям Игра поначалу проходила небыстро Можно сказать, по накалу страстей уступала температуре воздуха, плюс 32 градуса В первой половине игры трудно было выделить кого-либо из футболистов обеих команд Вроде бы старались все, но как-то без души, без огонька, без изюминки Поэтому в последний момент у самых ворот откровенно мазали, били мимо Вратари, в отличие от полевых игроков, выполняли свою работу хорошо К радости поклонников «Локомотива» по-прежнему в прекрасной спортивной форме герой «Зенита» 1984 года вратарь Михаил Бирюков Не случайно именно Бирюков капитан команды Были нарушения, были штрафные, были желтые Жил Арам Васканян, и он сразу же забивает гол Гостей это не смутило, они организовали контр-атаку И вообще надо сказать, что четинцы понравились хорошей организацией игры именно в атаке Не было точного завершающего удара А вот здесь Евгений Зизин великолепно перехватывает мяч и делает передачу вновь Арама Васканяна И его удар прекрасен 2-0 2-0 Впереди «Локомотив» из Санкт-Петербурга Удивительно, но уже ведя в счете два мяча Казалось, что футболисты из Санкт-Петербурга Должны были действовать спокойнее, хладнокровнее Однако допускали такие неожиданные ошибки у своих ворот, как вот и в этом случае И счет становится уже 2-1 И должен сказать откровенно, что в этот момент матча Несколько минут, может минут 7-10 Чечинцы явно доминировали на футбольном поле Они были сильнее хозяев И у них все получалось И если бы вот еще не мастерство в отдельных случаях Михаила Бирюкова То они могли бы и раньше забить Хотя все же не это сделали Вот посмотрите, очередной прорыв и счет становится 2-2 Теперь психологически, конечно, все в пользу гостей В пользу чечинских футболистов Однако Железнодорожники из Санкт-Петербурга Команда непредсказуемая И способная на многое Арам Восканян Футболист индивидуальный Способный решить сам вопрос Ведь он уже забил два мяча А вот здесь, смотрите, какой великолепный пас И как же здорово играет Иванов Можно сказать, в стиле Панова Обыграв прямо на пятачке Почти на 11-метровой отметке Своего опекуна Центрального защитника Забивает победный третий год Локомотив из Санкт-Петербурга Побеждает одноклубников из Читы 3-2 И вот эта победа Победа в матче Последним первого круга Вселяет оптимизм и уверенность Локомотив из Санкт-Петербурга Способен на многое Иванов Тоже еще предстоит Серьезная борьба За выживание В первом В очередном туре Сыграла со Спартаком 2-1-1 Ну и Предвкушая встречу Зенит 2 Динамо Санкт-Петербург 3-го августа Хочу еще раз напомнить Что эти команды Требуют особого внимания К себе В нашем городе Ведь это великолепное Подспорье Для большого Зенита Симуляцию Постепенно Преимущество Петербуржцев Начинало приобретать Все более реальное очертание Хотя Угрозы Девственности Спартаковских ворот Были скорее Символическими Настоящая туча Пришла в гостевую штрафную На 37-й минуте Выверенный пас Васильева Зрячий удар И кульбит отчаяния В исполнении Миносяна Туча еще не значит гроза В начале второго тайма Локомотив включил Дополнительные скорости Оказавшиеся непосильными Для разваливающегося Механизма Ореховского Спартака И здесь Решающий ход Делает главный Машинист Питерского паровоза Гивинодия На 56-й минуте Он бросил в бой Армянского легионера Арама Восканяна Забившего в этом сезоне 6 мячей И все Выходя на замену Спустя 4 минуты Восканян праздновал Свой седьмой Успех в чемпионате Блестящая комбинация С участием Левковского И Хундадзе И горячие Южные поцелуи Летят в сторону Немногочисленных Но преданных Трибун Посмотрите еще раз Комбинация Стоит этого В честь Спартака Он не выбросил Белый флаг И вскоре имел Реальную возможность Сравнять счет Белый флаг Белый флаг Белый флаг Но и локомотив Тоже не собирался Играть на удержание И к удовольствию Редких болельщиков Открытая игра Пошла на встречных курсах Иногда удовольствие Становилось невыносимо большим В результате Каждый остался при своем Питерцы приобрели Три важных и планируемых очка Спартаковцы продолжили Своё падение вниз А зрители увидели Пусть и не очень Высококлассный Но безусловно Страстный И бескомпромиссный Футбол Итак После очередного тура В первом дивизионе Факел ушел В небольшой отрыв Балтика Анжи И Сокол Наступают ему На пятки Петербургский локомотив Поднялся на одну строчку Вверх Но его отставание От ушедших вперед Клубов Гораздо Турнирной таблицы Второго дивизиона Петербургская Динамо И Московская Торпеда-2 Фактически являющиеся Дублем Одноименного клуба Высшего дивизиона Последние обстоятельства Немаловажно В силу Регламента Чемпионата Дублёры Турнирных задач Не решают Сосредоточившись На обкатке Игроков Для основы А вот питерцам В ведущем Самостоятельный Образ жизни Очки нужно добывать Стахановскими Темпами Дабы избежать Принудительной Выписки Из 2-го дивизиона Совсем недавно Динамовский корабль Брошенный городом В одиночное плавание Фактически Пошел ко дну Подорвавшись На финансовой мини И лишь чудом Клубу удалось Выправить крен И пока остаться на плаву Будем надеяться Что состояние Ни живой Ни мертвый Не будет вечным И история Динамо Не прервется Так бесславно Во всяком случае Футболисты Для этого стараются На полную катушку 43-я минута Фланговый навес Дмитрия Сальцмана И Роман Недобешков Посылает убойную торпеду В нижний угол Торпедовских ворот 1-0 после первого тайма И Борис Рапопорт Отправляется Разрабатывать Стратегический замысел На вторую половину матча Естественно Второй дивизион Далеко не всегда Телегеничен И уровень мастерства Игроков Вряд ли удовлетворит Вкусом футбольных гурманов Но в чем здесь Никогда не наблюдается Дефицита Так это в жесткой И бескомпромиссной Борьбе В азарте и эмоциях Которые иногда Бьют через край Кроме того Любая Даже самая яркая звезда Никогда не начинала С юношеских лет Громить соперников Сразу на высшем уровне Все они сначала Проходили систему Дублей Фармклубов И оттуда делали шаг Главные команды Не будем об этом забывать И поздравим Динамовцев Заслуженные победы Интересующий нас Матч 2-го дивизиона Зенит 2 Сатурн 2 И здесь уже Глазу питерского Болельщика Предстала Куда более Знакомая компания Зенит активно Практикует участие В играх за дубль Футболистов Нерегулярно Проходящих В основной состав И на этот раз Стартовый состав Второй команды Усилили Вячеслав Малафеев Сергей Осипов И Александр Петухов Плюс опытнейший Сергей Герасимец И в результате Довольно таки Серьезный подбор Исполнителей Но несмотря на это В первом тайме Гости не проявили К зенитовским Авторитетам Никакого уважения И выглядели Предпочтительнее И только После перерыва Питерцы Взялись за дело По серьезному В результате На 64-й минуте Посланцы Основного состава Соорудили гол Осипов Продрался По центру А Петухов Закрутил В стиле Дель Пьера Такую дугу В дальний угол Что сатурновцам Оставалось Лишь хвататься За голову Безусловно Гол Красавец Красавец И его автор Но был в этот день В зенитовском дубле Еще больший артист И если бы не его трюки Вряд ли бы Хозяева могли рассчитывать На положительный результат Вячеслав Малафеев Вернувшись из командировки В высший дивизион Принес с собой И ту игру И ту уверенность Которую он обрел В противоборстве С лучшими клубами страны Справедливости ради Надо сказать Что оборона Второго зенита Напоминала в этот вечер Проходной двор И голкиперу Приходилось тянуть Все подряд А когда Даже он Был бессилен На помощь Приходила удача Которая Как известно Любит сильнейших Но На бога надейся А сам не плашай И в каждом эпизоде Малафеев Убедительно доказывал Свою вратарскую состоятельность Представая стеной О которую Безнадежно Разбивались все Старания Сатурна Этот матч Должен Окончательно Убедить всех Сомневающихся Что у Романа Березовского Появился достойный Дублер А может даже И конкурент Который уже сейчас Демонстрируя Высокую квалификацию Имеет еще Массу возможностей Для роста Дай бог Ему эти возможности Использовать От лидеров Как и от Аутсайдеров А вот Петербургскому Динамо Потребуется Масса Нервов И сил Дабы Избежать Вылета Из 2-го Дивизиона Уполнение Волгоградского ОМОНа К сожалению В последнее время Побоище на трибунах Стали визитной Карточкой Российских стадионов Что делать И кто виноват Сегодня На эти вопросы Отвечает Один из лидеров Невского фронта Константин Васильев Костен И конечно Первый вопрос Что же все-таки Произошло в Волгограде Слава богу Все это Закончилось Благополучно Причины Изначальные Но они есть конечно Есть Может быть с нашей стороны Какая-то была Один-два человека Конечно они не отвечают За все 300 Сейчас Порядка Москва уже Бесчетно Потому что там уже Исчисляется за тысячу Дальние города Вот в Волгограде У нас было 305 305 человек Сколько человек Составляет Общее фанатское Движение Зенита Общее движение Составляет Несколько тысяч Футбол на подъеме Мы все годами Этого ждали Такого подъема Мы все хотим Этого Это у нас просто В крови И нас уже Не то что 22 тысячи Уже гораздо больше Тех кто не может попасть на матч Кто сидит у телевизоров Но они все с нами Они все вместе Мы за один город За одну команду Мы все вместе Сколько лет насчет Это жизнь Моя жизнь По основным критериям Организованности Силе Авторитету Какое место занимает Невский фронт В сравнении с фанатами Других клубов По культуре Мы на первом месте По организованности Я тоже думаю Что мы в тройку входим В тройку входим И минус Хотя мы все с одного города И они так же болеют Есть много людей ОМОНовцев Которых мы знаем И которые Они Сами патриоты города Из своих земляков Они не станут обижать А то что сегодня Это может минус Может они получили команду Не знаем Это не наша прерогатива Это прерогатива уже командования Может быть За побоище Это никому реклама не создает Ни ОМОНу Ни болельщикам Ни футболу Мы Мы все за одно делаем Мы не собираемся Искать в этой ситуации Правых и виноватых Их просто нет Но Наверное Для милицейских дубинок Существуют Более подходящие цели Чем безоружные пацаны А пластиковые кресла Более подходят Для сидения Чем для метания В ОМОНовцев Даже если это делается В целях самообороны В любом случае Мы не закрываем эту тему И готовы предоставить микрофон Каждой из заинтересованных сторон Анатолия Давыдова Разыгрывалось 6 очков Обычно в таких встречах Ответственность за результат Ложится слишком тяжелым грузом На плечи и ноги футболистов И красивая игра Уступает место Изматывающей борьбе И соревнованию нервов Похоже, что ростовский комбайн Сжег свое горючее Еще по пути к Невским берегам Зенит же наоборот Просто летал по полю И изящный проход И прострел Овсепяна Под который едва Не подставил голову Попович Положил начало Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Принцип тотального футбола «все в атаке, все в обороне» «Зенит» смог воплотить в жизнь только наполовину. Так как обороняться хозяевам поля не пришлось вовсе. Ни вместе, ни по отдельности. Монтируя этот отчет, мы не преследовали цели создать клип об атакующих действиях наших футболистов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok 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 На секторе 13 началась уже известная вам потасовка ОМОНа с фанатами. Продолжение следует... 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 Мне думаю, что это спорный момент 8 человек, остальные двое Находятся в поле Видите, сейчас Березовский прыгнул Подстраховал, как говорится, ворота И был готов к этому удару Ну вот еще момент у зенитовцев Вот могли сейчас что-то сделать Но не получилось Сейчас, может, мы в повторе посмотрим еще раз Нет, вот сейчас не промахнулся Просто по мячу, по-моему, по поводу Просто по мячу промахнулся Все-таки Могу сказать то, что Наблюдая за этой игрой Многие так говорили, многие тоже наблюдали Я думаю, все болели за нашу команду Все-таки наблюдался, что технический брак Все-таки присутствует, довольно-таки за рамкой Мне кажется, вот болельщики болеют Наши пока зенитовцы проигрывают Пытаются атаковать, пытаются изменить Как-то ситуацию, удары издалека Вот это Давыдов, сын главного тренера Но пока ничего не получается Остроты маловато все-таки Вот торпедовцы Они выглядели помощней Ну вот ситуация Тоже непонятно Три человека против одного защитника Совершенно не среагировали никаким образом И вырвали далеко не лучшее решение Ну что, торпеда победила Со счетом 2-1 Ой, 1-0, простите И вот сейчас замена делает Давыдов и Куркиян выходит Еще ряд замен для того, чтобы, может быть, освежить как-то игру Что-то изменить положение дела В этот момент и вратарь торпеды играет Вовремя вышел Вышел в ноги Панову и спас свою команду Чуть-чуть задержался бы Панов мог его перебросить Игра, в общем-то, произвела не лучшее печенье Но если Зенит бы сравнял А сравнять он мог То мы были бы в другом настроении Согласимся? Да, наверное, конечно И мы были И Зенит был в другом турнире Настроение, положение Ну вот так вот идет игра Видите, вот она подходит к завершению Вот эти навесы В районе площади ворота Ничего не дают Это обычно хозяйничают вратарей Вот еще один момент у Зенита Передача Возможно, слова Анатолия Давыдова О том, что главная болезнь Это завершение атаки Как болезнь чемпиона Наш капитан Просто Мы решили дать Возможность Справить себя молодому Ротарию И Это мое Личное мнение Что Находясь Бирюков в команде Он бы, наверное, так раскованнее Не стал бы играть У команды достаточно неудачный Сезон был И Лично я считаю, что В этом сезоне Бирюков Слабее Играл, чем В прошлом сезоне А молодой парень уже Готов Это раз И Во-вторых Просто я скажу одно Что я Написал в сегодняшнем Спортэкспрессе Что Вроде я часто Напоминал Ему Чтобы он завершил карьеру Я О завершении карьеры Не говорил Я просто там Посоветовал Только один раз После этого Он Ни ответа Ни привета Прямо могу сказать Давали мне очереди Квартиры Машины Вне очереди Давали Зарплата была И Здесь Я думал Что он правильно Поймёт Провёл И в этом сезоне Фактически С первых туров Был готов Занять место И между прочим Если бы я сказал Что я Отключил Из команды Бирюкова Вы бы не поверили Я просто Ему посоветовал И Здесь Я думаю Что Любой тренер Может посоветовать Футболисту Допустим Когда вывести из команды Тогда допустим Не привлекать Конфликтующих сторон И теперь вы Сами в состоянии Сделать все Необходимые выводы Нам же Остаётся Выразить надежду Что и сейчас И в дальнейшем Все поступки Заинтересованных лиц Будут тщательно Взвешенными И направленными На одну единственную цель Благо клуба Тем временем Локомотив Прошедший вторник Сыграл очередную серию В детективе Под названием Выкарабкайся из ямы В которую ты сам Себя загнал Ситуация В которую попал Сейчас питерский клуб В чём-то Очень похожа На ту Что была полгода назад У сборной России Разве что Цели разные Напомним Что для выживания В первом дивизионе Локомотиву Необходимо выиграть Все оставшиеся Домашние матчи И для большей уверенности Зацепить Несколько очков На выезде Как и в прошлом туре Соперник у наших Был крепкий середнячок Лиги Который гораздо ближе К лидерам дивизиона Чем к аутсайдерам И вновь Как и во встрече С Амкаром Футбольный бог В виде спасительной Перекладины Был на стороне Хозяев Газовик Вроде бы превосходил Соперника Особенно в первом тайме И в уровне мастерства И в организации игры Но питерцы Компенсировали эту разницу Уже проверенным средством Всеобщей И всеобъемлющей Самоотдачей Локомотив Не стремился Да наверное И не мог Удивить соперника Какой-либо Красивой игрой Прекрасно понимая Что любая Даже самая Невзрачная победа Стоит Те же Три очка К концу Первого тайма Подгоняемой Немногочисленной Но отлично Организованной Группой поддержки Питерский клуб Набрал Заданную скорость И защита Газовика Получила Первую пробоину Вардан Миносян Мощным ударом Уложил на траву Гостя Из Ижевска Если бы дело Происходило На боксерском ринге Судья мог бы Открывать счет А так Первый тайм По нулям Во второй половине Игра пошла Еще живее Команды Явно добавили И в скорости И в смелости Установку Не дать играть Сопернику Конечно никто Не отменял Но она уже Не была Безоговорочно Главной Оба клуба Хотели Не только Разрушать Но и созидать Хозяевам Удались Несколько Быстрых набегов На ижевские ТВ И хотя Реальных дивидендов Они не принесли Было видно Что локомотив Ни в чем Не уступает Более грозному Сопернику Который Кстати 12 октября На своем стадионе Предстанет Первым барьером На пути Петербургского Зенита Уже в новом Розыгрыше Кубка России По футболу Видимо Просмотром Будущих Оппонентов И обусловлено Присутствие На матче Анатолия Давыдова С середины Второго тайма Главный Тренер Зенита Имел Возможность Наблюдать Несколько Рецептов Подавления Ижевской Обороны Во-первых Как неожиданно Выяснилось Футболисты Газовика Редко Используют Сами И не очень Любят Когда соперники Применяют Против них Такой стандартный Футбольный Прием Как Подкат Вот и в этом Эпизоде В борьбе За отраженный Дмитрием Бородиным Мяч Шансы сторон Были равны Но Локомотивец Влетающем Подкате Выиграл Ее За явным Преимуществом Второй Козырь Найденный Питерцами Это Атака Со второго Захода Казалось бы Мяч Выбит И опасность Миновала Но В течение Нескольких Секунд Маленькое Расслабление Гостей Оборачивается Их Полным Унынием Кожаный Снаряд Возвращен В штрафную И после Короткой борьбы Александр Селенков Укладывает Соорудившему Для партнера Практически Идеальную Ситуацию Стоит Также Отметить Очередную Результативную Замену Гивинодия Ведь Селенков Появился На поле Во втором Тайме В оставшееся Время Газовик Предпринял Отчаянные Попытки Для спасения Но Локомотив Показал Что на Всякую Газовую Атаку У него В арсенале Найдется Противогаз Остается Пожелать Нашему Бронепоезду Лететь Вперед Пока Задача Нынешнего Сезона Не будет Решена Полностью А на Будущий Год Все-таки Ставить Перед собой Более Перспективные Цели Частье Таблицы Сохраняют Шансы В борьбе За путевку В высшую Лигу Петербургский Локомотив Одержав Две победы Поднялся Из подвала Бронепоезду